Эпидемия коронавируса оставила многих без работы, но для некоторых стала толчком для реализации новых планов и даже бизнес-роста. Яна Добровицкий работала в сфере страхования, а затем решила открыть кейтеринг, который в эпоху коронавируса переквалифицировался в службу доставки вкусной и домашней пищи. О том, как израильтянам удается приспособиться к новой реальности, мы и хотим узнать у нашей следующей гости. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, я. Яна, да, разумеется. Яна, расскажите действительно о вашем начинании, которое переросло постепенно в семейный бизнес. Здравствуйте еще раз. Да, своего рода семейный бизнес. Начиналось все с того, что моя старшая дочь, я исполнилась 18 лет, я разведена и получила в день рождения дочери сообщения от бывшего мужа, что кто сказал, что нет хороших новостей, соответственно, алименты снизились на две трети, и надо было, соответственно, пойти и как-то зарабатывать еще деньги и что-то делать с этим. Я всегда любила еду, всегда любила готовить, всегда любила приглашать людей и кормить людей, и самое большое удовольствие для меня смотреть, как люди кушают мою еду. И сидя с подругой дома в какой-то шаббат, она спросила, ну что ты умеешь делать? Готовить, иди готовь. И с этого началось, и потихоньку действительно начала готовить еду на заказ, и открыла со временем, открыла кейтеринг свой, и кейтеринг на Ируим, кейтеринг для мероприятий, свадьбы, дни рождения, и все тому подобное. Началось корону, нету календарь опустел, нету Ируим, и я поняла, что люди сидят дома, и все дома вместе, и все голодные, проверяют периодически, работает ли свет в холодильнике, и хочется кушать. И еда это то, что для нас является одним из важных факторов, то, что делает нам хорошо, когда нам плохо, и то, что надо делать еще лучше, когда нам хорошо. И, соответственно, действительно, начала готовить еду на заказ для клиентов, и у меня нет ничего готового заранее, все по личному заказу. Мне очень важно знать, что любят, что не любят, и если кто-то не любит жареный лук и не любит кинзу, то этого никогда не будет у них в заказе. Яна, а скажите, все-таки, как удается вот в такой ситуации, только начали новое дело, вроде бы пошло, и тут вот такой вот фактор, как коронавирус, когда все останавливается, нужно изобретать себя, в общем-то, в определенном смысле заново. Как удается не отпускать руки? Ну, это то, что удается не отпускать руки, это телефон, когда он звонит, и какой-то клиент говорит, что они голодные и хотят кушать. Это сразу поднимает настроение, и действительно, в первой волне коронавируса я начала писать рецепты в Фейсбуке, поднимать рецепты. Каждый день готовила, и поднимала рецепты, фотографировали, поднимала рецепты и получала реакцию от людей, что люди благодаря мне действительно что-то готовят, что-то делают, и обращаются за помощью, и просят. Я могу говорить о еде 24 часа в сутки, у меня нет проблем, и делиться рецептами, и я это очень-очень действительно люблю. И поэтому, как бы, понимаю, что хочешь жить, умею вертеться, нечего делать, надо платить счета, надо платить с хирург, то, что называется. И когда ты частный предприниматель, то заботиться и надеяться не на кого нету, кроме тебя. Яна, а насколько вот мы видим, что большое количество израильтян действительно обратилось к месту, в котором многие чувствуют себя уютно, именно на кухню, и готовят сейчас много, и многие начали действительно таким образом зарабатывать. Большая ли конкуренция, и действительно, достаточно ли прибыльный этот бизнес? Всем ли хватает места? Смотрите, я очень верю в то, что место под солнцем есть для всех. И я верю в то, что, как и в иврите говорят, есть океанус кахоль. И чем больше ты отдаешь миру, тем больше мир возвращает тебе. Я не вижу в этом конкуренции. У меня есть очень много коллег, с которыми я сотрудничаю. И когда я не могу дать ответы клиентам, я обращаюсь к ним, и это взаимно, это работает. И я очень верю в то, что все, что мое, оно будет моим, и нету с этим проблем. Я верю в то, что все, я оптимистка, так что... Оптимизм – это очень нужная черта характера в эти времена. Безусловно, поздравляю вас с праздником, желаем успехов и крепкого здоровья. Яна Добровецкая, спасибо большое. Спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу. Шана Тува, Гмар Хатима Тува, хорошие записи в книге жизни и легкого по статям, кто посетится. Мы с вами встретимся в эфире ровно через неделю на канале КНЕСЭТ. Всего наилучшего. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!